Повесть временных лет В год 980 Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал посадникам Ярополка, идите к брату моему и скажите ему, Владимир идет на тебя, готовься с ним биться. И сел в Новгороде и послал Краг Володу в Полоцк сказать, хочу дочь твою взять себе в жены. Тот же спросил у дочери своей, хочешь ли за Владимира. Она ответила, не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополка. Этот Рогволот пришел из-за моря и держал власть свою в Полоцке. А туры держали власть в Турове, по нему и прозвались Туровцы. И пришли отроки Владимира и поведали ему всю речь Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволода. Владимир же собрал много воинов, варягов, славян, чуди и кривичей и пошел на Рогволода. А в это время собирались уже везти Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк, и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял в жены. И пошел на Ярополка. И пришел Владимир к Киеву с большим войском, а Ярополк не смог выйти ему навстречу, и затворился в Киеве со своими людьми. И стоял Владимир, окопавшись на Дорогожиче, между Дорогожичем и Капичем. И существует ров тот и поныне. Не в силах одолеть Ярополка, Владимир просит его воеводу Блуда помочь ему справиться с братом. Субтитры создавал DimaTorzok